Старичка. Ну, ладно, продолжаем. Продолжаем наблюдать IG Тунг-фу. Я вам ставлю сразу же пикабаны. Где там чатец, чатец, чатец. Вот наш чатец на Твиче. Счёт 1-0 в пользу IG. И первый бан. Тунг-фу неожиданно лайфстилер. Совсем неожиданно. Ну и... Дарксир, кстати, которого в прошлой игре не было вообще. Значит, сейчас что-то Тунг-фу задумали. Либо они знают, что же могли задумать IG. Так. Пью-пью-пью. Да, тут просили. Заказывали раков. Раки в атаке. Ну да ладно. Я даже не знаю, что ещё можно тут добавить в плане именно пикабанов. Почему? Потому что новая игра, новые задумки. Не знаю, может быть, IG сейчас решат взять пять пацанов с аурами и пойти пушить, как Дуза Гейминг. Может быть, сейчас как IG, но они же есть IG, наберут каких-нибудь лейтов, двух хотя бы и кучу отпушивающих персонажей, которые не буду давать зайти на хайграунд. Ну, посмотрим, посмотрим. Видели мы разные исполнения. Так. И второй бан от Фейта. Ещё остаётся у него 50 секунд дополнительного, кстати, времени. Долго думают над тем, кого забанить, и всё-таки это, оказывается, Нага Сирена. И, недолго думая, вообще не глядя, Жоу пикает Дваурера. Это, понимаю, у нас в центр отправится Дваурер, и будет Му на нём играть. Ага. Первые два пика за IG. Иг. Какие у нас там ещё герои вообще неплохие остались? А много неплохих героев. Может быть, сейчас мы и Алхимика увидим. Хотя в прошлой игре он что-то не особо хорошо заехал. Андрей. Да, я уже здесь. И, кстати, я немножко удивлён, что они сейчас не взяли IG и Разора. Прямо сейчас решили взять всё-таки Визажа и Вивера. Потому что, скорее всего, теперь Тонг-Фу во второй стадии банов забанит этого героя, который отлично контрит на медиа Outworld Девоурера. И будем видеть какое-то противостояние немножко другое. Но, я думаю, не менее интересно, кого же придумает IG против ОД. Посмотрим. Сейчас медведя возьмут в центр и пойдут быковать. Да. Кстати, а ты знал то, что если собрать медведю некрачей и купить энерджи бустер, то он может их вызывать? Да ладно? Да. Причём, то есть медведь может иметь двое некрачей с собой. Ага, ну так, слушай, всё, во всех пабах страны некрачи и медведи. Так да, это же такая жесть вообще. Не, ну денег много надо на это всё. Хотя, блин, деньги, медведь, это же... Ну, вот именно, два медаца собрал и пошёл, пошёл. Потом ещё два некрономикона и дальше пошёл, пошёл. Да, ну как хотел инмейт сделать, вот мы вчера играли, он хотел сделать себе двух некров, два хикса, что-то там два догона, два... Ну, в общем, по два всего, по-братски, братский такой размен. Да, вот Разора банят сразу Танкфу, недолго думая. Так, и... да, минус Разора. Ну что, я думаю, IG... Кого там у нас не хватает? Мидер есть, суппорт есть. Может, каких-нибудь... Хотя, всех Кэриви особо хороших не перебанишь, но таких противных, может, для Вивера героев банят. Но противный для Вивера герой Рубик уже есть. Да, это самый противный герой для Вивера, который ворует его шпучи. Просто чувствуешь, блин, команда, простите, я отдал шпучи. И в тебя просто все кидают камни, сразу тыкают пальцем в тебя. Кричат на тебя на китайском языке, ты ничего не понимаешь, но всё равно очень громко и неприятно. Да, кстати, подсказывают, что Кунка тоже неплохо против Деваврера в центре стоит. Ну, вот это я сомневаюсь, честно говоря. Не, ну мы видели Кунки против Деваврера, и вот он за счет как раз Тайт Брингера подходил. Там, да, он добивал чуть меньше крипов, чем Деваврер, но самого Деваврера он держал, скажем, в небольшом напряжении. Хотя, такое. Есть еще проблема такая, что если он подходит, постоянно бьет, то его просто можно очень просто загангать. Потому что маны на торрент нету, ничего нету, приходится подходить, подставляться под рейндж Астрала. Это огромный риск, да и вообще, я думаю, один на один ОД очень сильно унизит Кунку. Да, возможно, возможно. Те невероятные тычки по милишнику, у которого мало армора, это такое. На шестом левеле там Кунка точно не жилец. Так, сейчас посмотрим, кого же выберут для противостояния с Деваврером. Ну вот, IG долго думает над своими пиками. Правда, побанили они сразу двух лесников, что тоже любопытно. Не хотят воевать против этих героев. С чего бы вдруг? Как ты думаешь? Непонятно, непонятно. Ну, да, я не знаю, действительно. Но, возможно, просто потому, что хотят пойти в триплу вражескую. И не хотят видеть там ни Чена, ни Ничу, которые могут справиться с триплой. В принципе, довольно уверенно этими выходами с вами. Леон, да ладно! Таёшь Леона мид. Леон, наверное, будет Леон соло мид против ОД. Ну, я тоже, кстати, над этим подумал. Ну, что ты можешь сказать, давай теперь по поводу Леона против Деваврера. Леон против Деваврера, по идее, может нормально постоять. Фармить импейлами поначалу. Просто монобёрнет постоянно ОД. Но проблема в том, что если он будет с монобёрном, то он будет не слишком полезен. Так что почему-то всё-таки я думаю, что это будет саппорт. Хотя, кто его знает, давно очень не видели Леона соло мид. Да и вообще этого героя не видели. Просто очень я на самом деле рад ему. Несмотря на то, что, судя по его картинке, он не слишком-то рад нам. Но он всегда какой-то недовольный. Я думаю, в этом нет нашей вины. То-то дело Клокверк. Он всегда улыбается, как может. Но улыбается. Ну, вот Леон, я постоянно говорю, что один, наверное, из самых прикольных суппортов, как по мне, один из самых полезных, может быть, суппортов. Не знаю, почему его не берут, потому что два очень хороших дизейбла. Не берут, наверное, потому что, да, БКБ сейчас нынче в моде стали. Сложно сквозь БКБ как-то дизейблить врага. Но все же, никто ведь не... Вот люди тратят кучу денег для того, чтобы купить себе, там, Хекс, например. А тут он почти бесплатно раздается. Да, но все-таки Хекс с артефактом он получше, чем Хекс Леона, потому что рейндж намного больше. Это, как правило, очень важно войти, становится этот рейндж Хекса. Вот, но не знаю, все-таки почему-то очень хочется увидеть Леона именно на миде. Который потом будет тыкать пальцами во всех. Да, но с другой стороны, кого же еще ставить на мид? И, в принципе, Леону в суппорте это такая сомнительно довольная тема, потому что, во-первых, ульта у него, она очень хорошая, но, во-первых, ульту надо еще достичь, ульты своей. Для этого нужно или успешно гангать, или просто стоять отводить. А, как правило, пассивная игра может привести к не очень хорошему результату. Вот, возможно, увидим Леона на трипле. То есть Хекс там на секунду 75, кажется, на первом уровне. Да, на 1.75 это крайне много, плюс станчик там на одну секунду. И за это время Визаж и Виверт могут там очень больно надавать по щам. То есть посмотрим. Но все же склоняюсь к тому, что будет Леон на миде через Маноберн. Не исключено. Пока, да, пока, в принципе, не особо понятна задумка команды IG. У них еще, точнее, можно, точнее сказать, несколько раскладов, да, как они сейчас будут играть, там, Бисмастер, может быть, и в миде, и Вивер в миде, все могут быть в миде, если захотят. Но то, что у Фейта в голове, знает, наверное, пока только он. Я даже не уверен, что его тиммейты понимают, что там сейчас происходит. Хотя, с другой стороны, сейчас натыкивают все по дефолту Бисмастер в сложную, Виверт в легкую, там, с Визажом Леона, а мы сейчас мидера какого-нибудь доберут, и все вопросы отпадут сами собой. Сложно представить, какого мидера можно взять под этот пик, чтобы он справлялся с ОД. Обычно, да, вот мы еще со временом International обсуждали, что Дваурер берется для того, чтобы выигрывать линию. Нет, ну, я думаю, в таком пике, конечно, Леон не пойдет в мид. Потому что все-таки Леон, Визаж и Тролль, Вардлорд, это, видимо, три плана Хардлайн пойдет. Вивер пойдет в мид, наверное, и Бисмастер на низ. Ну, Вивер, конечно, он может ставить против ОД, но мы знаем то, что не слишком успешно. Ну, я бы, на самом деле, наверное, даже и не стал ставить Вивера против Дваурера, потому что Шакуча пропадут там достаточно быстро, если, конечно, не будет успешно руны контролить Вивер с Ботлом. А... да, интеллекта у него там постоянно будет мало, то есть и максимальный монопул будет не слишком большой. То есть будет Тайт Хантер! Тайт Хантер, вот это вот интересный пик очень. Этого, братьюни, мы не видели уже, ну, очень давно. И я даже не знаю, как он сейчас в этой игре себя покажет. Ну, что добавить? Тайт Хантер. Любопытненько, любопытненько. Ну, не видели мы еще его за счет того, что довольно часто у какой-то команды есть Рубик. А если у них есть Рубик, то против них Тайт Хантера брать уже, на самом деле, мало смысла, потому что герой этот, наверное, процентов 60 или 70 его полезности, это его ультимейт. Вот, а если его может своровать Рубик, причем это сделать не очень сложно, так как ульта кастуется довольно долго, да и станет она не сразу, можно успеть во время, вот именно когда он нажал на кнопку свою. Да, даже если ты в рейнже, ну, конечно, не в упор, но где-то на краешке, то можно, да, можно успеть. Нет, это, кстати, все-таки Бестмастер Сулмид, ну, ну, удачи, ну, удачи, Феррари. Я не знаю, честно говоря, как там, как там получится все, но надеюсь очень на успех, потому что ОД Бестмастер это линия 100% в пользу ОД. Снизу у нас ВВФ будет, видимо, стоять соло против XCT на Клокверке. Кстати, Клокверк, наверное, хорошо будет стоять с Троллем, потому что просто выжгет всю его ману. Да, а Троллю, что Тролль включит себе рейнжевую форму и будет стоять себе, бить крипов или милишную даже, в принципе. Не, ну, с рейнжевой формой у него очень мало атаки, видим, 48 дамажа всего. Этого не хватит, Клокверк его может переласхитить с таким уроном. Ну, посмотрим, посмотрим. Трипла в сложной, вот очень интересная трипла, и как раз вот то, о чем ты говорил, что за время дизаиблов Леона Визидж вместе с Вивером могут неплохо носовать. И они действительно могут нормально надамажить. Достаточно серьезный дэмэдж у Вивера с джиминит-атакой. Визидж будет очень быстро заряжаться, будет плюшечку еще закидывать. Так, ну и вот он, вот он мид, в который ты вообще не веришь, если говорить о команде IG. Вообще, честно говоря, сомнительные линии у IG в этой игре стоят. Посмотрим, как они будут это реализовывать. Клокверк сразу вот решил отвести крипов, но, опять же, не знаю, не знаю, возможно, было бы полезнее просто взять и... И стоять на линии. Надо стоять с троллем, потому что 100% инфа то, что без маны тролль не опасен. Вообще. Так, тут ВВФ делает свои любимые пулы. Это, кстати, очень-очень грамотная вещь такая. Пулить и еще подфармливать лес, пока есть возможность. Так, ну вот я смотрю пока на сложную. На сложную парни из IG разбили только что вард, обсервер, который палил их местоположение в лесу во вражеском, и прогоняют за SMG. Сами же поставили сентрик, да, который заблочил спаун, и понимают, где находится второй сентрик, да, вот это место, которое нужно проедать. А нет, смотри, даже не проедают. Нашли его и убили. Как они его так увидели? Там же обычное дерево прокушивать надо. Видимо, визидж присмотрелся между ветками. Да-да-да-да. Ну и Жоу сейчас не может чувствовать себя в безопасности. Вот гирокоптер тут действительно очень сильная угроза. Перед ним сейчас стоит в лице вот этих трех персонажей. Ну пока что на самом деле на миде тут все, в принципе, неплохо у Феррари. По крипстату он даже, по убитым крипам немного лучше идет, но все-таки это ОД. И с появлением четвертого где-то левела вообще никаких проблем и не будет. Бесмастер будет стоять без маны абсолютно. На руну, кстати, тут Феррари... А нет, все-таки он... Да, Му все-таки, наверное, пойдет, заберет эту руну. Да, и Феррари остается без регена и с пустым ботлом. Сразу же бежит к нему черепаха. За бутылкой. Ну и что вот, трипла, трипла. Конечно, гирокоптера здесь должна гонять, хотя у гирокоптера 5-5 крипстат. Не самый плохой, какой мог бы быть. В то время как у того же Вивера 10-4, да, добил он в два раза больше, но это, в принципе, нормально очень. И как же больно, здесь стоит Кантуру-то. Да, ЗСМД очень сильно проседает, и это минус. Но убивается Хау, и это размен. ФБ забирают, конечно, IG, это здорово, но все равно умирает здесь. Они сейчас два должны убивать пацана, правда тышки. Проблема гирокоптера, но много армора он живет. Есть еще МПЛ, можно бить Рубика, в принципе, два аранжевых героя. Очень неплохо справиться с этой задачей все-таки. МПЛ есть, и МПЛ, возможно, сейчас пытается как-то забайтить на себя Леон, но проблема в том, что слишком уже далеко Леон оторвался, и придется ему сейчас оббегать. Да, да, вот так вот. Причем тут стоит Центрик, то есть разблочили себе спаун, по идее, парни из Тонг-Фу. Да, по-хорошему этот Центрик не должен банить отвод. Вот, посмотрим, посмотрим. Кстати, этот Центрик, по идее, вот просто нажми на Центрю, и посмотри, как ОПС стоит у команды IG. Да, это, конечно, жесть, но он, по идее, его не видит. Да, его не должны видеть, потому что не достает до модели. Вообще, я просто моделька варда, она очень маленькая, это вот из того, что этот варда очень красивый. Видно, что вроде там немножко попадает на вот какой-то листочек маленький, но на самом деле обычный варда намного меньше. Да, там обычно по центру где-то надо смотреть, впадает, да. Так. Ну и 18 на 13 у нас ОД и 14 на 1 Феррари. Очень неплохо. Да, но учитывая то, что Дваур, понятное дело, будет динайить очень-очень жестко, там спрятал за динайл, спрятал за динайл, но то, что бисмастер чужих крипов нормально бьет, это уже неплохо, скажем. Могло быть и хуже, действительно, в разы хуже. Да, ну сейчас как бы и будет все на самом деле хуже, потому что уже 110 дэмэджа у ОД есть, вот, и у бисмастера просто 0, 0 маны. Еще, кстати говоря, надо заметить, что он упрется на эссенсауру, у него почти что фулл мана сейчас. Ну вот это, кстати, важный момент для Дваурора, потому что бывают Двауроры и они стоят с третьей аурой и без маны, хотя были фуловые, то есть, да, случаются такие вещи. Там Тайдхантер с дабл дэмэджем стоит на линии, такой товарищ, хотя ДД уже сейчас закончится. Гирокоптер тут нормально сейчас крипов побил, вот что должно смущать парней из команды IG, то, что у них вроде агрессивная трипла, а гирокоптер бьет крипов. Так быть не должно. Кстати говоря, еще очень важный момент, что Вайбайф снизу стоит уже шестым левелом, и трипла за счет этого очень сильно усиливается. В момент атаки три рейнджевых героя, которые постоянно бьют под аурой тролля, будут крайне сильно накидывать. И, кстати, еще Вайбайф как-то умудрился выиграть этот лайн, причем почти что в два раза уже. Ну вот Клокверк, я не знаю, он просто не появляется сейчас на линии, он продолжает стоять где-то там в лесу, манцевать. Такой странный какой-то Клокверк. Вот ты прогнозировал, что он там вообще в фламину должен победить, но, видишь, немного иначе сложилась судьба. Так, у меня тут пошли спайки какие-то жуткие. Ну вообще, действительно прогнозировал, и я думаю, что у Клокверка неплохие очень шансы устоять против тролля-варлорда, потому что просто сжигается вся мана, и с замакшенными батареями даже можно убить попробовать. Но мы видим, такого здесь даже близко не было, потому что... Да-да-да, вот именно, что Клокверк даже не пытался это продемонстрировать, особо старался не агрессивничать. Ну и видишь, во что это все дело вытекло в результате. Там сатиры не прощают крипу. Так, тут Феррари сверху пришел, что-то хотелось сделать, но, видимо, ничего не получается у него. На миде 34 на 24 ОД, и всего лишь 14 на 1 у Бестмастера. Кстати говоря, эти 14 крипов у него были где-то пару минут назад. Ну потому что он убежал на топ. Вот сейчас он будет на топе пытаться гангать. Тут в лесу уже спрятались парни из Тонг-Фу. Вот они как раз прекрасно понимают, на что способны Ай-Джи. Помнят, я думаю, прошлую игру, когда их там ловили, постоянно убивали. И сейчас подойдут крипы. Сейчас Вивер должен запушить. Так, еще здесь ВВФ. Вивер пушит, это видит Тонг-Фу. Да-да-да, ну и все, выходит Ай-Джи. И пошли по тавру. Должны здесь делаться ТП-шки, но, видимо... Ну плохо прятаться в лесу. ОД делает ТП, у Клокверка ТП-шки нет. Убивает здесь сразу герокоптера, убивает Тайтхантера. Ну там ОД хорошо вбивается, отличная ульта. И Клокверк с батарейками батареет на Феррари. Феррари лоу-ХП, Феррари выживает. Нет, Феррари погиб. Вивер, Вивер тоже убежал. У Вивера там третий покажу куча. Там тролль продолжает топоры закидывать. Вивер уже подходит. И вот они проблему ОД убивают. И вон еще... Боже, там банану зацепило. Рикошетом. Там Рубик только что даблкилл, походу, сделал с Форкида, со своего вот этого прыгающего. И тут уже прилетает Джоу сейчас. Но такое, знаешь, вот вроде неплохо подрались Ай-Джи. Но за счет того, что... Немного... Много людей команды Тонгфу оказалось под Тауэром. Да, но по сути замес был 5 на 5. И это нормально, когда вот так вот лезут нагло под Тауэр просто. Конечно, хорошо, когда есть бисмастер. Когда враг мансует по лесам, ты просто срезаешь весь этот надоедливый лес. И идешь атаковать в лоб. И вот за счет того, что убили Джоу, очень быстро Джоу развалился. Он даже ничего не успел вкинуть. Он там не пару тычек даже не успел задать. Тем более левел 5, пока только Гирокоптер. Следовательно, нет у него кулдауна. И помочь он точно уже никак не мог своим тиммейтам. Но за счет того, что левел у него был небольшой, у него маленький таймер на респаун. Ну, знаешь, в любом случае даже нет кулдауна. Но бараш второго уровня, который у него был, он все равно очень сильно дамажит. И если бы сразу не убили, он мог бы реально очень много дэмэджа внести. И, возможно, все было бы еще хуже для Ай-Джи. Но атак, в принципе, вообще замес в пользу Тонгфу был. Но, я бы сказал, не сильно. Потому что Вивер выжил. Вивер почти 6-й левел. У него есть ПТ. Заработал фраг. Убили Алтворл Деворору, которого немножко позже из-за этого появится Мека. Так что все не так плохо. Да, вот сейчас посмотрим, будут ли продолжать дальше Ай-Джи агрессивничать. А они продолжают. Да, они опять выходят и через боевого транса пытаются убить вышку. А вот это, кстати, интересная страта от Ай-Джи. Они и в прошлой игре такое сделали. Они пошли драться четвером на вышку. Умерли там 0 в 4. И пошли просто потом во второй заход. И, собственно говоря, добили вышку и пошли дальше. Ну вот, смотри. Вот на ульта на Жоу ошибка. Какая-то биздарная ошибка от Жоу. Да, и за SMJ тоже там встреет. За SMJ будут пытаться догнать, наверное. Плевок хорош от визажа, но 126 хп еще остается. Клокверк, хукшот мимо. Не точно плохо. Не точно, как говорят сборные комментаторы. Да, не точно была передача хукшота во врага. Да, ну блин, Жоу на самом деле своей игрой очень сильно разочаровывает. В последнее время. Да вот много, да. Там я и в твиттер поглядываю. Много людей пишут, что времена Жоу прошли. Что вот уже научились играть командой агрессивно против этих терпофермеров. И IG сейчас это показывают. Они просто залетели и сдули этого гирокоптера. Гирокоптер, мы знаем, как лейт-герой. Очень неплох. Ну, неплохой, действительно, неплох товарищ. Но гирокоптер без айтемов... Проблемы будут не туда. Он пришел, Жоу. Жоу. Не в то время, не в том месте с ДД. Просто вивер под аурой троллят. Да тут даже тролль не нужен. Ну, тут все, это минус. Вот просто полсекунды. Да, к слову, потому что Жоу немного не радует. Ну, ему негде фармить, а сверху находится визаж и там может быть вивер. Вивер очень грамотно сместился, конечно, вниз. Проперся немного на руну, но с другой стороны, они бы без руны очень быстро убили бы этого гирокоптера, который только-только получил шестой левел. ФСИ у него рингов Базилиус, 36 добитых крипов. Ну, там нету эскейпов никаких толковых у гирокоптера, поэтому, конечно, против вивера с троллем шансов у него в любом случае не было. Да, ну и на самом деле, мне интересно, вот в теории, опять же, я сказал то, что Клокверк выигрывает у тролляра или хотя бы стоит на равных, но факт в том, что на практике я ни разу такого не видел, ни разу не играл. И, возможно, если бы действительно Клокверк отстоял бы получше, то было бы намного более полезно. Кстати, Леон на меде тут убивает ПТР, да, два ульта просто не убивают его. Кстати говоря, очень быстро довольно появился у Леона шестой. Ну вот смотри, опять же, IG, IG, ловят там сейчас правда тролля, а идет атака, Хао идет добивать вышку. Вышку динает у нас сейчас Жоу, и Хао просто улетает отсюда. И убили тролля еще, но сейчас, конечно, хорошо сыграли Тунг-Фу. Но две вышки теряют Тунг-Фу, вот в чем дело. Да, не терять две вышки, Тайтхантер до сих пор четвертый левел, у Рубика еще немножко, но нету шестого, Арканы там даже не близко. Да, Арканы там действительно и не пахнет, и у Тунг-Фу сейчас очень серьезные-серьезные проблемы. Ну вот, 12 минут у нас почти прошло, посмотрим на графики. А на графике ужас для команды Тунг-Фу. Да, и так вот опять просто в момент, буквально за три минуты, график склонился в пользу IG, причем немного, а уже на 4000 по голде. Причем это при общих фармах команд в 12 тысяч и 16 тысяч. Эти 4000, они в процентном соотношении сейчас очень-очень серьезные цифры принимают. Да, вот эти 4000 сейчас серьезно-серьезно, скажем так, IG вырвались вперед. Вот, но пока никаких толковых артефактов у них еще нету, для того, чтобы реализовать эти деньги. Не, ну почему? Нету ники еще. Тут есть просто очень много мелких всяких артефактов, допустим, урна, стики, грейджины на Леоне. Скажем, у Рубика вообще ничего нету, у него стики обычные и ботинок просто. Вот, тот же Вивер, у которого есть ПТ, Аквила, Банка и Мэджик Вонт, это довольно много тоже, на самом деле. Ну, Вивер там сам по себе нормально направленный. Вот, артефакты, которых нету у Тунг Фу. У них нету такого дэмэджа с руки, у них нету этих аркан, у них нету урны. Есть у них только мекка, в отличие от IG, но у IG, в принципе, тоже довольно скоро она появится, и в этом момент тоже сравняются. Ну, вот как раз я хотел сказать, что как только появится мекка, можно будет идти драться, фактически, ну, имея действительно это преимущество. Потому что наличие мекки на таких ранних минутах, это, извините меня, это серьезные цифры. Если у вас ее нету, а у врага есть, и пусть даже вы ведете по деньгам, но дракку вы, скорее всего, проиграете. Потому что мекка, причем когда там еще Дваурер с таким серьезным масс-дэмэджем, а у вас нечего скомпенсировать. Там гирокоптер с масс-дэмэджем сильным, у Тайтхантера появилась ульта. Да, да. Сейчас действительно IG, мне кажется, слабее в замесе будут. Ну, в теории, да, в теории должны быть слабее. Ну, это, опять же, теория. Что там эта теория? Кстати, вот эти вот птички, которые буквально на один выстрел Аркейн Орба, а вот Уорл Девоурер, это так неприятно. Опять же, по опыту знаю, это настолько отвратительно просто, когда этот крылатый товарищ убивает птицу, за которой стоит 100 голды, и у которой кулдаун там чуть ли не 3 минуты. Бывает с одного удара просто. Там, кстати, смотри, Рубик украл очень полезный скилл, топоры четвертого уровня у Тролля, которые дают миссы. Не, это, безусловно, очень удобный скилл, хороший, грамотный и вообще лучший, но если Рубик подойдет на рейншах использования, он умрет. Да, 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 но Рубик может таким образом... Причем, смотри, вот Тайтхантеру, например, для того, чтобы зайти, особо много ума не надо. У него Кракеншелл есть, его, по идее, не должны успеть законтролить настолько, чтобы он не заюзал ульту, а вот как раз тут и может быть выход Рубика в этот момент. Ну, слушай, ну так, действительно, да. Очень неплохая страта, надеюсь, что он, фу, знают о ней, потому что действительно... Не, ну, в принципе, если Тайтхантер зайдет, вот просто так зайдет и ультанет, то в таком случае там даже, мне кажется, Рубику можно будет просто руки убрать с клавиатуры, с мышки и там команда... Смотри, в узком проходе хорошие коги. Нет, чуть-чуть не накрывает он этот узкий проход. Вот, сейчас замес ультует Тайтхантер, убивают сразу они Бистмастера. Так, ну тролль, тролль, отличные топоры. Где же этот Рубик? А Рубик, видимо, послушал тебя и говорит, зачем мне подходить на мили-рэндж? Вот он потопорировал, его. Убивает через воничий палец Рубика, кстати говоря, тоже убивает здесь. Проблема у Жоу также здесь. У Жоу, скорее всего, здесь умирает. У него сейчас еще плевок визажа, да, еще тычка. Нет, Жоу летит! А вот XTD точно отправится в Таверную Экспрессор. Жоу! Джимин Д'Атака миссует! О, миссанула Джимин Д'Атака. Ну, сейчас было бы здесь минус 5, размен 5 в 1. Почему? Потому что, мне кажется, все-таки очень криво подрались здесь Тонг-фу. Они дали весь прокат свой в тролля. Или кто там был вот в когах этих. Просто попали ультом в него. Герокоптер туда дал все, что мог. А остальные просто немножко отошли от этих АОЕшек всех. И потом ворвались замесы и просто разбомбили всех. Ну, такое, да. И опять же, тот же Рубик, например, который постеснялся зайти в драку в самом центре замеса, когда там был махач, там, стенка на стенку. И вот просто действительно нажать эти топоры для того, чтобы дать своей команде хоть какие-то шансы на выживание. Да, ну, в принципе, мог даже пожертвовать собой. Дать эти топоры, дать X, поднять кого-нибудь и на этом умереть. Этого было вполне достаточно, на самом деле, чтобы... Ну, польза от него была бы немерена в том случае. А то, что он стоял просто в сторонке, и он даже не бил, он просто там бегал, мансил что-то. То есть, ну, польза была нулевая от Саншенга. Да-да-да. Так, ну и Вивер там уже скоро бэкабулечку соберет, ему не хватает рецепта. Да, представляешь, вот ты, например, на месте Хао, даешь вот эту джиминит-атаку и уже довольно потираешь лапки, а вторая плюха не сует. Ну, это... Так вообще досадно. Да, это довольно грустно. Но в любом случае, там, на самом деле, не так там мало шансов мясонуть, потому что можно мясонуть или первая, или вторая атака. Да, потому что... Шанс, что у Сасса хайграунда, потому что там то ли 20, то ли 25 процентов. Я вот, кстати, не помню вот эта еще механика третьего Варкрафта, там вроде бы больше даже шансов... Да не-не-не-не, там на 20 или 25, но в любом случае я тоже не знаю, я просто или очень злюсь, когда промахиваюсь, или когда попадаю, воспринимают как должное, потому что вероятность больше. Такая вот вот неправильная теория. Сразу желание МКБ появляется купить. Да. А это, кстати, на самом деле, вот это вот воспринимать как должное, когда все получается, это вот именно поэтому многие люди, там, в тех же матчмейки говорят, да мне постоянно попадаются раки, вообще бред, невозможно играть, одни раки. Просто опять же, когда попадаются нормальные типы, это воспринимается как должное. Но вероятность, как бы, то, что попадутся раки или нормальные, там, 50 на 50, как у тебя, так и у врага. Но если когда за тебя жесткие, а за врагов играют какие-то ребята сомнительного скилла, сомнительного интеллекта, ты, конечно же, это воспринимаешь как, ну, блин, я просто их отхреначил. Я же жесткий, а не то это самое, слабый. Да, есть такое. Именно поэтому ты постоянно шпилишь стаком. Да. Потому что ты знаешь степень рака в своей команде и... Так, я тут, кстати, опять своровал Шэншэнк эти топоры. Да лон, у меня стак тоже раки. Ладно, но мы не об этом сейчас, конечно же. С СМЖ с ультом все готовы, в принципе, у всех все есть. ПТ, ОД появляется второй левел ульты. Стоп, он не прокачал ульту, что ли? Пока нет, но у него еще есть... Нет, погоди, есть 11. Ой, он не прокачал. Да, он аргу на 2 вкачал. Ты смотри, Кроквер прыгает. Кроквер крывается, никого. Феррари отгоняют немного и... Клдаун неудачный, все, неудачное, короче. Точно, не точно клдаун. Ну, смотри, пошла ульта троля. И Мууу здесь задержался. Как его Леон только что аннигилировал. Ну, из СМЖ, из СМЖ бежит. Я даже не думаю, что им надо ульту. Нет смысла здесь, потому что поддержки никакой не будет. Просто мотают его и уходят. Ну, кстати... Супу Чис воровал себе Рубик. Он с топорами и в шокучах был, ты понимаешь, да, уровень? Да, это комбо-брейкер называется. Ну, кстати, вот ты говоришь, да, что Тайтхантеру нет смысла издать ульту. Ну, а некоторые, например, не понимают этого. И даже в топовые матчи мы в топовых коллективах комментировали. Там постоянно были проблемы, что Тайтхантер перед смертью, вот как просто власт стенд, там, знаешь, кнопку нажимал и... Да, есть же пятерых заультил! Ну, на самом деле, учитывая кулдаун ульты у Тайтхантера 150 секунд, то смысла особо нету жмакать, как попало. И респаун там на седьмом уровне 24 секунды или что-то в этом роде. Ну, да, да. Несупоставимые вообще числа. Пока к вам дойдут, ты уже успеешь пять раз отреспауниться, прилететь на любой из товаров и еще там подраться успешно уже с готовой ультой. Которую ты не потратишь, естественно, если тебя будут месить. Так, ну, айджи опять забирают Рошана. Все у них теперь крайне хорошо. Леон 9 левел, 1500 голды, возможно, какой-то даггер он себе собирается собрать. Простите, пожалуйста, за тавтологию собирается собрать. Хотя это не тавтология, наверное. Может, намеревается лучше употребить слово? Да, да, давай лучше так, чтобы у него возникало лишних вопросов. И БКБ этот уже у Виви. Гирокоптер намеревается тоже собрать себе БКБ, который скоро будет у него. Тут второй БКБ есть уже у ВВФ. ВВФ опять же отлично. Ты, я смотрю, прям там топишь. Не-не-не-не, ни в коем случае. Я очень непредвзятый. Комментатор, не болею ни за кого из команд, а тем более ни за кого из игроков. Ну что же, я фанбой, что ли, какой-то? С флажками ВВФ сидит, там дред сейчас. Да, да, да. Помпоны. С одной рукой в штанах. Не, ну, в каждой драке я смотрю там. Просто тепло там. Не поспоришь, ведь. Да. Так, что у нас по графикам у нас, например. У-у-у-у-у. Все очень плохо. Ну да, там, видимо, очень такая вот эта вот знаменитая неловкая ситуация, когда преимущество достигает второй полоски, вот этой вот, которая... Жирной такой, да. ...является, да-да-да. Ну, кстати говоря, посмотреть так на график, и действительно, вначале все было поровну, вплоть до, там, восьмой, седьмой, шестой минуты. А потом просто резкой, огромной, невероятной атакой. IG просто вырвали все. Ну так правильно. Они увидели, что гирокоптер там не собирается вообще воевать, что толку от него просто как с козла молока, и что действительно, вот гирокоптер сейчас юз-лез. Да, у них есть неплохой прокаст, но как только там... А, БКБ уже у Вивера есть, да, у Троллия есть, то есть все. Как бы на этом игра должна закончиться. Сейчас IG, если грамотно кучканутся и пойдут драться, и просто вовремя нажмут БКБ. Там Тайт Хантер такой пугает-пугает всех. Кстати, я еще про график. БКБ-то они выиграют. Что там? Вот он кфу, хао, смотрит, находит здесь врагов, показал, где находится в команде, и дальше ничего не происходит. Такие графики, на самом деле, это большая редкость. Как правило, они изначально идут в преимущество. Так, а тут Вивер... Ну вот, Вивер просто, просто грызет. Клокер заблочил-то, можно бы его убивать. Почему пытаются засейлить? Хорошо, есть еще Мека, просто в итоге теряет БКБ Вивер. Вай-Вай-Ф опытный человек, он не стал юзать БКБ, потому что здесь не надо. И... нет, Тауэр тоже не убили. Пошла ракета, Клокер, открывается отлично. Танг-фу, Банан умирает, но успевает дать ульту, отлично. Ну, кстати-кстати, там все равно по-прежнему проблемы остаются у команды Тонг-фу, теряют они Дваурера очень быстро. Пород ультует в... Тауэр, которого было БКБ, сбивают Аегис на Вивере. Кстати говоря, неплохо, дерутся очень. Прилетел же Дваурер сюда, вот в чем главная проблема. Пытается убежать Хао, Хао, Хаооооооооооооооооооооооооу, шоу. Да, убегает Хао, Вай-Вай-Ф, здесь скорее всего умирает, нет, у него уже БКБ и у Фейса тоже большие проблемы. Хотя нет, живет ВВФ, и Вивер тут настреливает, замедляет еще ВВФ. А ВВФ еще сейчас на развороте успеет навешать, посмотри. Сколько же закинул просто в этом замесе визаж. На, тычка от ВВФ, это минус, и пошел ульта, так же отроля, это еще один фраг. Как же переворачивают драку, IG. Ты посмотри, какие они все лоу хп. Да, но это что-то нереальное. Опять же, этот визаж, которого вроде не обращают внимания, но как же много он делает. Как же много он плюет, замедляет. Да, у него сейчас маны 140. Встанет их, ну просто невероятное что-то. Это просто суперсильный герой для замесов, и ему нужно обязательно уделять внимание. Опять же, да, у него сейчас очень большой монопул, и за счет этого он тоже со своими плевками, с 4-секундным кулдауном там просто не дает жить никому. Да, и, конечно же, птицы не будем сбывать. Птицы тоже важны, но его, если фокусить, то это тоже довольно сложно, потому что 4-го левела у него ульта, у него сейчас 28 армора, да, 72% магического резиста на первой стаке. То есть его нужно, по сути, ему нужно сбивать, сбивать эту пассивку. Многие, возможно, не знают, как она работает. Есть 4 слоя этой пассивки, которые восстанавливаются со временем, каждые 6 секунд на 4-м левеле. Вот, и каждый слой дает 5 армора, 16... Резиста, да. Вот, и то есть нужно сделать, грубо говоря, удар, чтобы снять один такой слой. И, понятное дело, удар будет слабый, следующий удар будет тоже ненамного сильнее. Вот, и так далее. 4 удара нужно потратить, или 4 нюка, или 4 пуколки Клокверка. Ну, в общем, 4 чего-то, да. Да, но в любом случае это довольно-таки проблемный скилл. Его не получается визажа убить в проказ, то есть как любого другого суппорта. Вот не получится тем же, там, не знаю, 4-м леоном взять, засунуть в него несколько пальцев, и он умрет. Нет, не выйдет. Он слишком пальцеустойчив. Да. Ну что, IG продолжает прессинговать. IG продолжает диктовать свою игру, и ведут они уже 16-7, там, по фрагам, понятное дело. Мы уже видели, сколько там бабла они ведут. Опять появляется армлет у траля. Вай-вай-вай. Вай-вай-эф. Пуквает армлет. Очень неплохо, неплохо. Да, и вышка-вышка поседает. Ракета тут летит в Хао. Хао её спокойненько съедает в инвизе. В инвиз она не бьёт. Две вышки осталось тут на карте у Тонг-фу, в то время как у IG. Все стоят ещё. И, кстати говоря, Аганим у Феррари появляется. 25-ая минута, у него Мека Аганим против Обсидиан Ди Ворера. А вот Ворл Ди Ворера очень... Ну вот да, кстати, Ди Ворера, сейчас посмотри на его Нетворс. У него там 4700, в то время как 800 Нетворс у Феррари. Да, ну понятное дело, очень сильно унижены здесь игроки команды Тонг-фу. Преимущество уже составляет 14 тысяч по голде. По XP примерно такой же показатель. И это уже можно, на самом деле, сказать, крайне редко отыгрываемое преимущество. Да, вот сейчас дождутся Аганима, я так понимаю, вот здесь есть Аганим, да, только собрался. Да, 900 рунжа с Аганимом просто может очень далеко цеплять. Да, причем там, на самом деле, он еще и за холмик может накинуть, если анимация там нормально начнет уже срабатывать. Много было таких моментов, когда Бисмастер там чуть ли не через два экрана кричал. Да, бывает и такое. Ну, самый, конечно, яркий пример это Бэйн, наверное. Ну ладно, там у нас заходит, опять же, за SMG. За SMG понимает, что ему бояться вроде особо нечего. Контроля там не слишком много. Только один Леон, наверное. Хотя Бисмастер еще есть, но Бисмастер свое внимание уделяет Outworld Devourer. Просто весь Тауэр, даже без ульты Троля, могут себе позволить это делать. Ну, вышка в любом случае тут рано или поздно упадет, потому что дерева нет у команды Тунг-фу. Да даже если и было, оно сильно не помогло бы в такой ситуации. Да, и в это время никто не фармит. В это время фармят даже больше IG, потому что они убивают крипов вражеских, а в то время от Тунг-фу убивает вышка крипов. Вот смотри, накличал на Клокерка. Да, но Клокер здесь вряд ли будет жить. В стане стоит птичек за СМЖ. Ну вот, аруб... Накрещали в ответ на Вивера, и Вивер умирает отлично. Просто отличный прокаст от Тунг-фу. Здесь Клокерка убивает, убивает еще Жоу. Там тролль с армлетом так наваливает и палец смерти. Да, Деваурера нашли, но в Деваурера вгрызти уже кабан. И тут также убивает Му, но тут разрыв. Конечно, Герокоптер прилетел, хорошо. А толку с него? Вот что он сейчас может доказать? СМЖ тоже он уже здесь находится, и в Сакучах убегает Рубик. Ну, Вивер, 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 так, находит. Так, Рубик. Но Рубик не прост. Вот, Вивер должен был понять, что если Рубик ушел один раз в Шакуча, то он не застрахован от того, чтобы и второй раз уйти. Ой-ой-ой, на XCT набросились. Опять же, проблема у Хао, его поднимают. Да, опять была уже у Бестмастера, и тут благодаря нее убивают одного. Убивают Герокоптера, Жоу. И мы видим очередную надпись ГГ, счет 2-0 в пользу IG. Пока что две игры в одни ворота, и в одной и в другой был вот этот знаменитый переворот. Не сразу, то есть не сразу начинает IG набирать преимущество, а со временем. То есть, все-таки видим, что пики их рассчитаны на такую довольно раннюю агрессию, но не на выигрыш на лайнах. Ну, да-да, так они это и показывали, потому что вот Бестмастер против Дваурера, да, ничего хорошего, по сути, там, не предъявляет. Но этот Бестмастер получает свой шестой левел, точно так же, как и Тролль там быстро его где-то получает, и уходит спокойно, они там один лайн пропушат, второй лайн пропушат, атак спид там бешеный, за счет того, что там есть пара ранжевых героев, они наваливают просто, немеряное количество дэмэджа вносят. Ну и вот две игры подряд, IG это показывают. Тонг-фу пока что не нашли ключик к этой стратегии. Очень грамотно все делает Invictus Gaming. Вот, агрессивная китайская дота. Вот, в этом, конечно, новые тенденции у нас. Ну да ладно, друзья, мы с вами опять же уходим на небольшой, совсем небольшой перерыв для того, чтобы увидеть, возможно, последнюю карту, а, возможно, и нет, так как в Бестмастер 5 серия, то есть до трех побед, возможно, Тонг-фу попытаются все-таки реванш оформить. Называемый матч-поинт для команды IG. Да, чемпионшип-поинт даже, вот тут просто уже дальше. Да, пути назад нет. За ними, ну, не Москва, что там у них, Пекин. Наверное. Да, да. Ладно, ладно, друзья, давайте. Небольшой музыкальный перерыв. И врываемся на еще одну карту IG против Тонг-фу.